Привет, друзья! Настал тот день и сегодня я расскажу, почему он настал уже в средине лета и в средине сезона, почему я решил купить себе свой новый гравил именно сейчас. Сразу скажу, многих заинтересует вопрос, брил ли я ноги. Нет, я не брил, они пока мохнатые. Пока что вы этого не дождетесь, потому что я, наверное, буду именно становиться гравилистом потихонечку. Насколько вы видите, даже педальки у меня пока вот такие. Но сейчас обо всем по порядку. Я купил себе новый Вилл и это трек Checkpoint 3 2019 года. Вот отличный алюминиевый гравил, самый бюджетный из их линейки, чекпоинтов, насколько я помню, конечно же. Здесь стоит простенькое оборудование, как бы, в целом. Но мне этого более чем достаточно, тем более, что я хочу на нем отправиться в Trip. Сразу же скажу к слову, что из-за того, что я себе взял новые Виллы, собираюсь сейчас в такое, ну, не слабое путешествие. Мне нужно очень много ресурсов, сил, энергии и денег. Поэтому мои Виллы, которые у меня были, мой и Ленен, сейчас продаются. Это Merido VL Limited Big 9 и NX Edition. Продаются они по 25 тысяч гривен. Как вы понимаете, состояние у них практически новое. Поэтому, если вдруг вы хотели себе купить такой велосипед, обращайтесь, пишите нам на почту. Они здесь висят. Можно прямо с магазина, со всеми документами и гарантиями его забрать. Друзья, теперь я расскажу, почему именно сейчас я решил его купить. Ну, во-первых, до этого я вообще не предполагал, где у нас в Киеве или в Украине можно на них ездить. Сейчас я покатался так нормально на контриннике, по городу и так далее. Инфраструктура слабенькая, хиленькая, но по чуть-чуть развивается. И плюс у меня до этого вообще не было возможности протестить нормально гравийник. Я один раз взял у Саши его велосипед и буквально проехал тут 2 метра. Ну, разложился там, через переднее колесо улетел, сломал ему крюк. И вот такой у меня был опыт. После этого, конечно же, Саша мне не давал вел. Никто больше не давал, насколько вы понимаете. Ну, то есть, если вам кажется, что тем, кто снимает видео, вот так направо-налево все дают и раздают. Нет, такого не происходит. У меня банально не было, ну, где взять, нормально покататься, протестировать гравийник. И поэтому я поехал вот сейчас на тесты. Я думаю, вы сейчас смотрите эти видосы. Начал там вникать в эту всю сферу. И мне очень понравилось. Прям очень-очень. Я протестировал еще просто разные форматы. Тот, который прям полноценный гравийник, и циклокросс, и на 27-х колесах. И все это сравнил и вообще понял, что мне нужно. К тому же, я покатался и понимаю, на что можно рассчитывать. Конечно, это не замена полноценная к антриннику. Но я понимаю, на что можно рассчитывать с этим велосипедом. И решил себе его взять. Почему? Многие зададут себе вопрос. Если ты тестил Мериду, и тебя напаралось, почему ты себе ее не взял? Банально ее нет. Как я и говорил до этого, правда, никто мне не верит. Те варианты, которые приезжают, интересные. Они очень быстро уходят. Их нет. По сути, этого велосипеда, который я себе взял, его тоже нигде не было. Мне его, благодаря официальному представителю, чудом, как-то вот так вот достали. Я там забрал, магазины пошли навстречу. В общем, это была такая целая, скажем так, схема. За что я, ну, хочу сказать огромное спасибо. И у меня появился этот велосипед. Но их, как бы, тоже нет. Их надо поискать. Там в каких-то ростовках еще где-то, может, пооставались. В принципе, где-то по Украине. Можете, конечно, погуглить, если найдете. Ну, я бы себе взял. Это очень удачный велосипед. И сейчас я расскажу, почему я себе его взял. Во-первых, цена. Цена у него сравнительно. То есть, я сейчас уже вот посмотрел и сравнительно понимаю, что эта цена у нас это 35 тысяч гривен. Если в долларах это примерно тысячу, где-то 200 баксов, тысячу там 250. И за эти деньги вы получаете, на минуточку, вот такой вот отличный гравинник, который трек. У которого есть много всего интересного в плане того, чтобы в перспективе вы могли его чем-то еще обвесить, а не только кататься вот, да, там по ровной дорожке. То есть, здесь есть боночки сверху. Такое себе не сказать, что это сильно важно. Я себе лучше сумочку сюда прикрепил бы. Но, в целом, у вас есть возможность сюда поставить прямо на болты сумку. Это круто. Потом, у вас есть три отверстия. То есть, вы можете регулировать вверх-вниз. Хотя, на самом деле, я считаю, что с регулировкой должно быть само крепление. Как сумок, так и под фляжников и всего. То есть, крепления под фляжники должны идти с регулировкой. А болтов, ну, вот здесь, так что их три. Я в этом много смысла не вижу. Но, классно. Есть выбор. Да, три болта. Замечательно. Как я и говорил, у меня огромная проблема была с моим контрийным велом. Я на нем собирался ехать в трип. И там багажник, байкпакинг, все это очень сложно. Я еду в холодную страну. Там, где будет каждый день лить дождь. И мне нужно побольше с собой взять шмотя, хлама. И мне, наверное, все-таки нужен багажник. Там я его не мог поставить. Здесь есть крепление под багажник. Вот такое вот крепление здесь идет, боночки, поставил багажник, поставил баулы. Да, это не стильно, не современно. Но это можно сделать, если вам надо много с собой всего взять. И также, конечно, вы можете сделать и другой байкпакинг. Если вы, например, хотите сюда. Но в Украине я пока не нашел таких сумок. Как я и говорил, классно было бы, чтобы все сумки просто сделать таким алюминиевым переходником. Чтобы тебе не надо было выбирать именно под вот этот вот диаметр. В общем, сюда тоже можно вот два болта. Они, на картинках я не видел, чтобы сюда прям есть специальные какие-то от трека сумки. Но в целом они есть, они продаются. И со временем я себе их найду и достану. Также здесь, конечно же, с ней под крылышки есть все крепления. То есть крылышки я себе поставлю. Никогда не думал, что я такое скажу. Ну да, я себе поставлю крылышки, потому что лить будет страшно. Здесь стоит Shimano Sora 50 на 34. Сзади 32. Менять и ставить сингл я себе не собираюсь, так как я не хочу вообще вот в такое прям влазить. То есть я его чем-то обвешать, вот такое буду делать. Но прям менять себе звезды и прочее я не буду. Я не скажу, что я поклонник двух звезд спереди. Но как бы вот это все менять, снимать, переоборудовать, вот в такое я не полезу. Я даже и покрышки хотел сразу сходу поменять. Но сейчас многие из вас, кто на этих великах уже катаются, отписали мне в инстаграм. И сказали, что это очень крутые покрышки. Bond Ranger 700 на 32. Они такие широкие. У них офигительный просто накат. Они с каким-то супер там непробиваемым штуком. То есть люди говорили, что вообще никто не пробивался на них. Ну, во всяком случае, те, кто мне писали об этом. И я решил их оставить. Хоть они и слики, я думаю, что по гравийке куда-то наверх вытаскиваться я на нем не часто буду. И поэтому, ну, как-то перетерплю. Тормоза здесь стоят Tektra, которые аналог ТРП. У них две колодки подводятся. Это тоже классно. Это не какой-то Zoom, не какой-то No Name. Здесь очень классные обода. Также стоят Bond Ranger. Здесь ось идет и спереди, и сзади. То есть закручивается ось. Сюда полноценная. Обода в базе уже эти идут изначально Tubeless Ready. То есть можно, типа, сделать под бескамерку. Я пока вот именно в Trip не уверен, что я это буду делать. Потом, конечно же, сделаю в Trip. Просто я чуть-чуть, ну, не хочу там заморачиваться. Потому что я себе вот сделал этот. И иногда он спускает. Еще что-то здесь это норм. Но когда ты находишься именно в самолетах, перелетах, еще что-то с великом. Я не хочу, чтобы меня что-то спускало, вытекало. Мне там будет не до этого. Идем дальше. Вилка карбоновая, мягенькая. Все хорошо прощает и так далее. Втулки здесь стоят на насыпных подшипниках. Это его такое слабенькое место в целом. Посмотрим, как они будут работать. Я никогда не банил окончательно втулки на насыпных подшипниках. Но, конечно, если бы они были на промах, было бы веселей. Втулки здесь, к слову, стоят фирмы Формула. И, ну, кто уже на них ездил, тот, я думаю, знает, что это за втулки. Это и не топ, и не ноунейм. Я надеюсь, что у меня с ними все будет хорошо. Переключатели. Также Сора. Естественно, два. Сидение Бонд Рейджер Арвада, которое я не буду спешить менять, потому что мне нравятся их седла. Но если вот будут прям сильно у меня большие с ним проблемы, то поставлю Брукс. У меня уже есть на примете. Вот этот мне, например, очень нравится. И если будут проблемы с этим седлом, то я поменяю его на Брукс. Педали. Я хочу перейти на контакты. У меня сейчас целая миссия. Я искал себе обувь. Очень долго вроде как нашел. Сейчас ищу деньги на эту обувь. В общем, обувь нашел. Педали также сейчас себе подыскиваю. И поставлю сюда контакты. Сейчас стоят топталки, потому что у меня других педалей просто нет. На контактах, кстати, я никогда не ездил. Но я вот сейчас вижу и понимаю, чувствую, знаете. Пришел к тому, что мне пора. Пора попробовать, пора начать. Потому что, ну, я вижу в этом смысл. Я еще на нем не особо много покатался. Я его только купил. И так, знаете, решил похвастаться. Я не скажу, что это прям тест-драйв или обзор велосипеда. Я, наверное, все, что я мог сказать про гравийники, я уже или сказал, или сейчас еще скажу в тех тестах, на которых я был. По этому велосипеду у меня сел. Ну, по посадке, по всему, мне сразу же было удобно. Поэтому я сразу говорю, что я не хочу ничего там менять, покрышки, еще что-то. Я сел. Он идеален. Ну, несмотря на то, что он бюджетный. Там есть какие-то, может, маленькие недочеты. В этом, ну, вот так вот ты сел и едешь. Это очень, на самом деле, классный вел. И мне он нравится. Поэтому я счастлив, что я его взял. Счастлив, что это получилось сделать. Но есть, конечно, свои моменты. Это не покатавшись. Вот так вот скажу, какие моменты мне не нравятся. Не то, чтобы именно в этом велосипеде. А в целом, во всей, наверное, конфигурации некоторых, возможно, брендов и прочего. Мне не сильно понравилось то, что нету такого, знаете, когда ты смотришь. Вот как, допустим, возьмем GoPro. Да, то есть ты покупаешь камеру, и у тебя есть миллион вариантов к ней разных аксессуаров, запчастей, еще чего-то. То есть ты, они, мне кажется, на этих аксессуарах больше денег зарабатывают, чем на самих камерах. И в велосипедной индустрии, к сожалению, к этому, мне кажется, пока еще не пришли. Я сейчас, у меня будет потом отдельное видео. То есть я его буду обвешивать. Обвешивать. У меня тут будут багажники, крылья, сумки, все. Это будет полный такой, ну, это не совсем байкпакинг, потому что это будет багажник. Ну, в общем, я его обвешиваю, потом покажу, как я готовился к трипу и как все это происходило. В общем, такого готового решения, оригинальных, нормальных каких-то частей, они или есть, но их никогда никто не видел, кроме как на выставках. Или же их просто-напросто нет. То есть вот так вот взять велосипед, да, допустим, на официальном сайте, даже трека, мериды, неважно, любого, от которых я был, заходил на сайте, вот чтобы ты выбрал велик и тебе там показывают. У тебя есть вот пять вариаций байкпакинга этого велосипеда с нашими оригинальными сумками, которые тебе везде станут. В общем, такого я не заметил. Есть какие-то показывают они там модификации, но из того, что я увидел на официальном сайте трека по этому велику, это показали они багажник, который сюда становится. И, ну, такое. Один вариант, багажник, сумок никаких как бы не было. Сюда наперед вообще-то, я так понял, как непонятно. Они не показывают на сайте, под что эти боночки. Я так и не нашел. Это мне уже самому пришлось искать там на сайте. На эпидуре, еще где-то там какие-то сумки. Я все это смотрел. Есть какие-то варианты, но тоже. Здесь вот 165 миллиметров, да, например. А есть варианты под 150, а есть под 140. И почему нету варианта, которые просто передвигаются, чтобы ты не думал, какой тебе надо. Ну, вот почему-то еще многие не делают эти бренды. И, к сожалению, покупая себе вел за 30, допустим, там, тысяч гривен, да, там, за 1200 баксов, я буду в долларах называть, потому что могут люди из другой страны смотреть им, 1200 долларов. Ты покупаешь вел. Я бы с радостью еще на 500 долларов накупил бы себе сразу весь байкпакинг, только чтобы не мучаться и не делать вот то, чем я сейчас занимаюсь. Я сейчас езжу и хожу по всем магазинам. И, с одной стороны, меня это радует. Я рад повидаться с друзьями и так далее, пообсуждать все эти тематики. Но у меня ушло уже несколько дней и обход пяти магазинов велосипедных, для того, чтобы найти на него нормальные крылья. Крылья я нашел абсолютно случайно. То есть, они как бы, я даже не знал, что они там есть, просто вот так вот увидел, висят и купил. Вот такие вот моменты. И дальше еще будут сумки. Я вообще беру у Саши багажник, вообще беру какой-то левый китайский. Может быть, это все изменится в конечном итоге, но сейчас у меня есть реальный хобот с обвешиванием его. И если бы были оригинальные, нормальные сумки, багажники и прочее, они продавались, они здесь были, я бы переплатил деньги за то, что оно оригинальное и купил. В этом случае мне нравится пример вот такого велосипеда, например, как Trek 920. Это не Гравил, это как бы туринг полноценный. Но здесь вот есть вот эти багажники и вот это крепление, и оно все уже стоит, оно здесь все готово. И на самом деле это бесценно. Поэтому, если вы покупаете вел, и там есть уже родные какие-то багажники, или те, которые сразу вам могут поставить оригинальные, ну и вам вообще они нужны, то это круто, обратите на это внимание. Но с другой стороны, сейчас еще я скажу, что если вы собираетесь в такие, не в такие сложные, вот допустим, места, как я еду, а там, где лето, птички поют, там особо такой нету необходимости сильно обвешиваться, багажник, в принципе, можно вообще не брать. Но на вилку вот эти крепления с сумками, это очень классная штука. А вес, может, вы туда пихать особо и не будете, но объем можно напихать, там, еды с собой взять, еще чего-то. И, конечно, обращайте внимание на бэкпакинг, потому что багажник это лишний вес, и не всегда он нужен. Но если вы едете в холодную страну, где всегда льет дождь, и вам нужно много стаффа, то в таком случае он просто необходим. Большинство времени я еще планирую этот велосипед использовать именно по назначению, как гревел, как просто на нем кататься. Поэтому, когда я закончу свое путешествие, я просто с него все сниму, и крылья в том числе, и в целом он будет у меня именно спортивный гравил велосипед, на котором я буду кататься по городу, может, куда-то в мини-трипы какие-то есть, в общем, тренироваться. И классно, когда есть возможность вот так вот обвеситься, то есть не брать себе именно с определенным назначением, и все. То есть вот универсальность велосипеда, это здорово. И этот вел универсальный, его можно использовать в разных моментах. То есть вот ты когда едешь, даже эта посадка геометрия, ты руки перемещаешь так, так, у тебя спина вот в нормальном положении, в ровном, она не устает. То есть его можно не под сильно длительное, наверное, расстояние все-таки, под такой типа лайт-туринг использовать. И помимо этого просто гонять по городу с удобством. В общем, друзья, следующее видео с этим велом будет более, наверное, интересное, потому что я именно его буду обвешивать, всем готовить. И это, как оказалось, целая такая вот планета, вообще новый мир, в который мы сейчас плотно влазим и с утра до ночи что-то ездим, смотрим, гуглим, меряем. В общем, это очень интересная вся штука. И сейчас же я просто хотел вам объяснить, почему я вот именно сейчас решил купить этот вел, почему это именно этот вел, ну и в целом показать, что это и к чему, и как к этому я пришел. Напомню вам, что в магазине ЯБайкер у вас есть промокод STANDSTEP, по которому вы можете получить 7% скидки на любой товар. И этот промокод вы можете применить прямо на сайте, делая заказ. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok